А у нас уже 17.30, это время начать наше свидание. На повестке дня у нас, как было объявлено, два вопроса. Кроме присутствующих в зале, у нас еще достаточно большое количество участников в онлайне. Нас слушают часть страны, не вся, к сожалению, страна, а часть страны. И вот первая моя маленькая информация о том, какая у нас сейчас ситуация с подгородкой к пленуму, который был объявлен 10 ноября. Значит, на сегодняшний день зарегистрировалось 56 участников. Это фактически реально вся страна, и плюс еще новые территории, Донецк, Бугарск, Естественно, Крым, Сибирь. Европа, Москва в том числе, Естественно, да. Ну, то есть действительно довольно большое количество людей со всей страны. Докладов заявлено 27. Ну, это, конечно, многовато, и поэтому доклады будут разделены по принципу, ну, так скажем, постановочная, ну, такая достаточно большая тема, которая будет, ну, в общем-то требовать это до 15 минут. Ну, и доклады небольшого такого частного порядка, в которых будет рассказано о особенностях преподавания в конкретном ВУЗе или какой-то достаточно узкой проблеме. Я думаю, что, наверное, эти доклады будут, ну, не более 10 минут. Причем это все включает дискуссию. Ну, и, конечно же, будет там неофициальная часть, с которой мы тоже тщательно готовимся. В общей сложности, ну, я полагаю, что порядка 70 человек будут участвовать. Естественно, Петербург, понятно, что планируется достаточно широко, но 56 участников, а это как минимум 50 – это другие города. То есть это, ну, действительно достаточно такой хороший интерес. А самое главное, что это связано явно с тем, что, в общем, соскучились люди по общению. И единственное, что может, как бы, отменить или перенести этот пленум, это какой-нибудь строжайший запрет от эпидемиологов. Ну, условно говоря, что все публичные мероприятия закрываются совсем, и тогда, в общем-то, все запрещается. Ну, возможно, что нам придется какие-то провести изменения, и ничего другого уже повлиять на этот процесс не должно. Вот, поэтому, естественно, все будет проходить в Первом медицинском университете имени Павла. Все мероприятия, включая и неофициальную часть, на это время будет закрываться наше столовое. Соответственно, там будет только участие к пленуму. Ну, собственно, вот последние будут штрихи по согласованию программы с почетным председателем пленума Академиком Купатиевым. Да, председателем пленума будет Сергей Георгиевич Морозов. Это нынешний директор Института общей патологии Патфизиологии. Он обещался приехать. Ну, и, в общем-то, как я уже сказал, и география, и состав участников, они, в общем, впечатляют. Мало из каких городов по два участника заявлено, в основном это Пазан. То есть, в общем, представительство не только, причем Минздравовское, естественно, будут и представители Минобра, но я имею в виду заведующие кафедрами соответствующими, из университетов федеральных, ну, как мы их называем, больших университетов, где есть медицинский факультет или медицинский институт. Так что все, в общем-то, идет по плану. Ну, а сейчас тогда мы приступаем ко второй части и главной части нашего сегодняшнего заседания. Это уже научный доклад. Ну, я не буду тогда его зачитывать. Понятно, видно его на экране. Виктор Константинович Козлов. И дальше вот серии галий тоже, наверное, зачитывать не будем. Все их могут прочитать. Пожалуйста. Спасибо. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Я с большим удовольствием принял предложение выступить с докладом на Обществе подфизиологов Санкт-Петербурга, потому что много лет, в общем, занимался проблемами подфизиологии, работал в области кровопотери, шока, терминальных состояний, гипоксической гипоксии, будучи студентом и ординатором. Но потом судьба так распорядилась, что определился я в области монофармакологии, монотоксикологии. А потом судьба опять распорядилась так, что пришлось стать профессором нескольких кафедр, которые здесь указаны. И поэтому, скажем так, среду подфизиологическую я всегда воспринимаю как родную и с удовольствием перед вами выступлю сообщением, тема которого здесь представлена. Проблемой сепсиса мне пришлось заниматься достаточно плотно, ввиду того, что много лет я работал в области продвижения иммуноактивных лекарственных препаратов, как клинический фармаколог. Вот. И сейчас в клинической практике, связанной с работой на кафедре челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, в общем-то у нас достаточно, ну, не часто, но бывают случаи сепсиса. Сейчас частота увеличилась в постковидное время, и реально приходится заниматься введением этих септических пациентов, поэтому эта проблема является, как бы, моим интересом еще и клиническим. Я много раз выступал по сепсису, и с большим удовольствием вам изложу, так сказать, ту основную канву, которую обычно я излагаю в этих докладах, которые касаются сепсиса. Ну, так, а почему не переключается? Вот сюда я нажимаю. Куда? Вот сюда. Все правильно. Сюда. Нет, ну, не переключается. А куда вы нажимаете? Спасибо. Значит, ну, начать я хотел бы вот с этого высказывания классика советской патологии, Давыдовского, далеко не всякий гнойный человек представляет собой сепсис. Это глубоко символично для начала выступления именно по проблеме сепсиса, потому что я коснусь, прежде всего, вопросов его патогенеза в контексте консенсуса по сепсису 2016 года. И нюанс состоит в том, что в течение уже фактически 32 лет первую скрипку в этой проблеме играют не патологи и не хирурги, а в основном специалисты в области рематологии, так, и интенсивной терапии. Почему? Потому что одна из проблем, связанных с сепсисом, состоит в том, что достаточно высокие летальные семейные заболевания, вторая проблема, вернее, не проблема, а обстоятельства, это чрезвычайно высокая затратность лечения пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии, и поэтому это ресурсы. И, собственно говоря, именно с этим связаны очень многие нюансы. Концептуальные и то, в общем-то, ну, фактически, концептуальное безобразие, которое касается этой проблемы. Так, вот, многие клиницисты понимают глубоко не так, как им рекомендуют, и слава богу, что они так понимают, потому что им приходится встречаться с сепсисом в своей клинической практике. Ну, если говорить об актуальности, то вот здесь приводится статистика, так, она, в общем, достаточно угрожающая, так сказать, несмотря на то, что последние где-то 10 лет смертность асепсиса постепенно снижалась, так, прежде всего считается, что это происходит благодаря своевременному использованию правильных антибиотиков, подходов к патогенетической терапии, прежде всего инфузионной терапии и различных технологий поддерживания жизни пациентов, так. Ну, в частности, вот в 2017 году было во всем мире зарегистрировано около 49 миллионов случаев сепсиса с уровнем смертности порядка 22,5%, так, что составляет порядка 1,5 всех случаев смерти в мире. При этом септический шок является одним из самых дорогих патологических состояний, применительно к лечению. Ежегодно ложится от лечения таких пациентов ежегодным бременем для здравоохранения порядка 24 миллиарда долларов, так сказать, так. То есть в сравнении, скажем, с годом 2003 сумма увеличилась на 8 миллиардов. Запасы опять не переключаются. Нианс еще состоит там же в том, что доступных оценки глобальной заболеваемости сепсиса и смертности от него в зависимости от вызвавшего сепсиса основной причины отсутствует, так. Среди взрослых госпитализированных в 7 странах с высоким уровнем дохода ежегодно контектируется порядка 19,5 миллионов случаев сепсиса и 5,3 миллиона умирают пациентов, то есть смертные 27,3%. И очевидно, что вводение реанимации и интенсивной терапии не кардиологического профиля сепсиса основная причина смерти пациента. Ну, тут есть циферка, которая касается стоматологических проблем, потому что я, в общем, представляю факультет стоматологии и медицинских технологий Большого университета, тут цифры поскромнее, так сказать, ну и, как говорится, пациенты тоже имеют совершенно другой, как бы, спектр патологии. Ну, можно сказать так, что сегодня летальность от сепсиса, если смотреть, вообще, так сказать, порядка 35-40%, была 40-50%, септический шок, летальность 72%, было раньше где-то в районе 94-95%, то есть какой-то прогресс есть. Если говорить о инфекционных осложнениях при механической травме, чем мне пришлось заниматься достаточно плотно, то общая частота развития инфекционных осложнений пострадавших тяжелых травмам порядка 87,2%, а частота висцерального тяжелого осложнения энзокемальной пневмонии, так сказать, у пострадавших с поля травмой порядка 30%, летальность 18%. Частота посттравматического сепсиса, пострадавших с поля травмой, более 20%, летальность 42,7%. Это данные клиники военно-полевой хирургии, военно-исследовательской академии, с которой я много лет сотрудничал, так сказать. Интересно то, что есть четкая закономерность тяжести травмы и тяжести состояния пострадавшего с возможностью отновления сепсиса. Красная линия, вот эта, она как раз показывает в количественном выражении, при какой оценке тяжести травмы и тяжести состояния пострадавших возникает высокая вероятность посттравматического сепсиса, так сказать. Ясно одно, что как только тяжелая травма становится, подпадает под определение поля травмы, то вероятность возникновения генерализованного инфекционного осложнения посттравматического сепсиса резко возрастает. Таким образом, сепсис это болезнь, при которой смерть запланирована, так сказать. И вот этот консенсус, так сказать, здесь на картинке, так сказать, он очень похож на тот консенсус, который, так сказать, под этими самыми, под пятой которого вот все занимающиеся сепсисами живут с 16-го года. Снижение летальности при сепсисе может быть достигнуто. Уточнение представления о природе и патогенезе сепсиса, совершенствовании методов ранней диагностики и использовании новых подходов в переезжающей терапии. Вот об этом я в основном и буду говорить. Причем, когда речь идет о природе и патогенезе сепсиса, я придерживаюсь тех представлений, что сепсис представляет инфекционные заболевания, при которых обязательно наблюдаются иммунные расстройства, и они имеют бимодальную направленность. То есть, одновременно присутствует активационная дисфункция иммунной системы, которая обычно описывается в форме генерализованного воспаления или системного воспалительного ответа, и депрессивная дисфункция, которую я определяю, как общая ли системная иммунодепрессия. То есть это реально диссонанс иммунный, когда одновременно присутствуют разнонаправленные нарушения иммунной, они касаются разных звеньев, они наблюдаются в разные фазы сепсиса, в разных категориях септических пациентов. И это основная сложность, когда речь идет о трактовке и выработке новых диагностических и лечебных стратегий. Значит, вот по этой проблеме я опубликовал достаточно крупные работы, несколько статей, и вот книжки, которые здесь приведены. Это прежде всего, конечно, вот сепсис, который выдержал, так сказать, 3Х здания и достаточно большой тираж имеет. И политравма, которая была выпущена в соредакции с Евгением Константиновичем Гуманенко, нашим очень серьезным специалистом в области травмы тяжелой. Значит, если обращаться к клинике, то я придерживаюсь, прежде всего, понимания сепсиса не согласно консенсусу, о нем я тоже скажу, а клиническое понимание сепсиса. Вот в России, так сказать, в Советском Союзе, в России традиционно считалось всегда, что по своей сути сепсиса это инфекционное заболевание, отличающееся от других инфекций по характеру течения, то есть протекает ациклично в условиях измененной реактивности организма. То есть косвенно можно сказать, что это наличие иммунной дисфункции и недостаточности. Природой возбудителя, то есть обычно возбудителем выступают, словно патогенная флора, низшие грибы. При этом организм больного утрачивает способность локализовывать и подавлять возбудители за пределами сепсионного очага. Происходит генерализация инфекций, самостоятельного выздоровления пациента невозможной. Вот это, наверное, ключевая позиция, о которой надо говорить. Согласно концепции сегодня, сепсис определяется как жизнеугрожающая органная дисфункция, вызванная дезрегуляторным ответом организма на инфекцию. Первое, очень хорошо, что признано, что инфекция обязательна. Второе, что возникает органная дисфункция, что подразумевает вовлечение интеграционно-регуляторной системы, которая, как мы понимаем, состоит из трех компартментов. Это нервный, гормональный и иммунный. Но, как видно в концептуальном определении сепсиса, никаких упоминаний по поводу иммунных дел, собственно говоря, нет. Что было раньше? Исчезло, во-первых, представление о генерализованном системном воспалительном ответе из определения. Исчезли, так сказать, критерии Хирс. Исчезло, фактически, представление о тяжелом сепсисе, его заменило представление о том, что сепсис сопровождающийся полиорганной дисфункцией. И очень, так сказать, интересно то, что исчезло представление о стадийной трансформации, так сказать. Это, вот, в общем, к сожалению, весьма обидные вещи, так. Вот то, что было раньше. Это определение сепсиса в старом концепте, сепсис-2. Здесь, так сказать, присутствуют две позиции очень важные. Важные это признаки системного воспалительного ответа. Два и более признака. Вот, бактериемия, то есть тест положительной гемокультуры или инфекционный очаг. Значит, сегодня положительная гемокультура тоже исчезла из определения сепсиса, так. А вот представление, которое касается стадийности, то есть очень важный момент трансформации от колонизации микроорганизмов с констатацией факта инфекции, сепсиса, представление о тяжелом сепсисе, то есть когда присоединяется полиорганная дисфункция, наконец, септический шок, как трансформация, стадийная, фазовая трансформация сепсиса. Сегодня считается, что вовсе совсем все может быть не так, септический шок может быть сам по себе. Ну, действительно, бывает и так. Значит, центральное представление на сегодня это представление о сепсисе, отягощенном полиорганной дисфункции. Значит, такой сепсис раньше считался тяжелым, так, и, соответственно, эта категория полиорганной дисфункции сегодня считается центральной понятийным прочтением сепсиса. Вот определение полиорганной дисфункции. Это прогрессирующие, но потенциально обратимые тяжелые дисфункции двух и более органных систем, возникающие в восстановительном периоде после острого нарушения нормального гомеостаза. В результате неспецифической реакции организма на повреждение или инфекцию. Манифестируется соответствующим синдромом, так сказать, вот его аппаратура, наша и латинская, так. И самое интересное состоит в том, что главным представлением о полиорганной дисфункции является то, что развиваться она может вовсе не там, где, так сказать, первичная проблема, так сказать, а с увеличением других систем, так сказать, основное звено патогенеза, бесспорно, это массовая гибель клеток в различных тканях, многих органов, в условиях дисбаланса систем регуляторной интеграции нервной, эндокринной и иммунной. Вот частично в современном определении сепсиса этот факт, соответственно, учтен. Ну, здесь показаны различные теории, которые имеются применительно к развитию полиорганной дисфункции недостаточности. Важно тут обстоятельство, что огромное значение имеет реализация обусловленных цитокинами различных иммунных механизмов. Фактически в каждом из этих теорий есть этот компонент. Значит, патогенез полиорганной дисфункции более традиционный для подфизеревывалов в прочтении, так сказать, на этом слайде. Обозначена, так сказать, генерализованная форма инфекции с развитием активационной дисфункции стартовое звено, формулируется расстройство гемодинамики, увеличивается реакция, ассоциированная с воспалением коагуляцией и фибринолизом, возникает циркуляторный шок плюс воспаление, обязательно развивается микроциркуляторная дисфункция, митохондриальная дисфункция. Фактически очень важны механизмы дистресс-синдрома и оксидативного стресса. Все это приводит к развитию тканевой гипоксии, кислородного голодания клеток, так сказать. Именно это является причиной массовой гибели клеток, которые происходят обычно, благодаря двум механизмам. Некробиоза и апоптоза. Но сейчас есть нюансы, чуть позже я о них тоже скажу, это частные случаи апоптоза чаще всего, иногда некробиоза, которые имеют свои особые механизмы и названы сегодня по-особому. Именно поэтому развивается полиорганная дисфункция. Оценивается полиорганная дисфункция по методологии поликритериальной оценки, с использованием различных шкал. Чаще всего СОФА. Сейчас предложена упрощенная шкала, так называемая КВИК-СОКФА, с меньшим количеством параметров. Ввиду того, что нужно оценивать еще и описывать состояние тяжести пациентов, используются дополнительно шкалы оценки состояния. Это АПАЧ-2,3 и САПС. Есть специальные шкалы, которые используют определенные учреждения. В частности, ВПХ использует свою систему шкал. У них достаточно хорошо развита вся эта методология, и она показала свою же неспособность. Здесь приводятся критерии, которые включены в шкалу СОФА, частные критерии. Важно то, что констатируются дисфункции разных систем. Система гемостаза, дисфункции здесь сосудистой системы, острый респираторный синдром. В рамках этого синдрома острое повреждение легких, почечная дисфункция, пятеночная дисфункция, дисфункция ЦНС. Как видите, ничего того, что касается иммунной системы, тут в этой шкале нет. Вообще, в принципе, нет. То есть, частное заключение, которое можно сделать по этому блоку, перечень признаков ПОН, которые сегодня рекомендованы для практического использования, ни один из критерий иммунной недостаточности не включен. И это лично мне представляется очевидным нонсенсом. Патогенез сепсиса. Значит, основные звенья патогенеза сепсиса отражены на этом слайде. Выделено то, что касается иммунных расстройств. Альтикризационная дисфункция в форме генерализованного воспаления или своего синдрома. И иммунная дисфункция недостаточной в форме системной иммунной депрессии. По знаку эти две позиции разнонаправлены. Прочие составляющие патогенеза, они ассоциированы друг с другом. Есть определенные стадийные ассоциации, так сказать. Но важно то, что все вот эти компоненты, они присутствуют. Если перефразировать некоторые звенья патогенеза сепсиса в контексте иммунопатогенеза, то фактически нужно говорить, так сказать, о следующих компонентах. Это прорыв защитных барьеров иммунитета, антигенемия эндотоксикоз, дисбаланс стокиновой регуляции при реализации генерализованной воспалительной реакции, неспецифической иммунной депрессии, а энергии и специфической иммунной депрессии. Вот фактически о некоторых компонентах этих мы чуть-чуть более детально поговорим. Антигенемия эндотоксикоз. Причина массированное поступление экзогенных антигенов, аутоантигенов, экзоэндотоксинов, принвазии и эти патогенов с последующим развитием и углублением различных патологических процессов. Из быков антигенов или гиперантигенемия, причиной являются те составляющие, которые отмечены, так сказать, желтым цветом наверху, они приводят к тому, что развивается некроз тканей, запускается процесс гибели массовой клетки механизмом апоптоза, это, собственно говоря, и является причиной антигенемии. Более подробно о дисфункции иммунной системы. Для того, чтобы упростить восприятие вот этого материала, я не буду говорить в описательном контексте, с перечислением различных нарушений иммунных, которые описаны, наблюдаются, а я постараюсь упростить ситуацию, сформировав несколько смысловых блоков. Это было сделано достаточно давно, и я их сейчас вам озвучу, так сказать. Уменьшение или увеличение количества клеток, так? Чаще всего уменьшение. Ввиду того, что интенсивируется гипоксический свободно-радикальный некробиоз, интенсивикация апоптоза происходит. Наблюдается иммунный дисбаланс, который может иметь две формы, так сказать, регуляторный, чаще всего описываемый через цитокиновую регуляцию, но тут может быть еще регуляция посредством экспрессии молекул межклеточных взаимодействий, так? И структурно-функциональный дисбаланс, это прежде всего дисбаланс фенотипический, то есть дисбаланс по маркерам клеточной дезинфицировки, так называемой CD-молекулам, так? И, наконец, функциональная клеточная несостоятельность, анергия иммунокомпетентных клеток, лимфоциты, антигенопрезентирующие клетки, по функции продукции цитокинов, распознавания презентации антигенов, фагоцитоза и цитотоксичности. Фактически вот многие описательные конструкции, которые касаются иммунных нарушений, могут быть обобщены вот этими смысловыми блоками, и потом, когда я буду говорить о современном состоянии науки, которая касается оценки иммунных расстройств, вы увидите, что многие из этих моментов там будут присутствовать в более конкретном виде. Частное заключение, которое можно сделать. Присообщись иммунные нарушения, характерны для структурных и функциональных звеньев системы иммунореактивности. Теллимфоцитов, моноцитов-макрофагов, фагоцитирующих и антигенопрезентирующих клеток. Процессы выработки цитокинов со свойствами ростовых факторов интеграционно-регуляторных цитокинов. И цитокинов, относимых и к другим функциональным группам, которые чаще всего недостаточно обоснованно группируются только в две группы, так называемые провоспалительные и противовоспалительные цитокины. В действительности этих групп как минимум пять, так сказать, и вот часть из них здесь указана. Процесс вопоптоцоклеток, процесс вклещенной пролиферации, дифференцировки, процесс секреции иммуногабриинов, интенсивности, экспрессии акценционных молекул, межтечных взаимодействий. Если говорить о том, как это всё может быть описано в терминах, скажем так, клинической иммунологии, то патогенетическая структура вторичной дисфункции иммунной системы при сепсисе PON, то есть при тяжёлом сепсисе, представляет из себя комбинированный тель-лимфоцитарно-моноцитарный структурно-функциональный иммунодефицит. Значит, сепсис как иммунный дисбаланс. Теперь коснусь некоторых, так сказать, более частных моментов, которые касаются вот этих представлений. Значит, тут надо вспомнить определение Роджера Боуна, который, так сказать, когда-то назвал это хаосом, так сказать, и здесь расшифровка, так сказать. Вот очень интересно, так сказать, прежде всего аббреватура, вот это сокращение, так, а то, что жёлтеньким, это будет расшифровка вот каждого из этих букв, так. Ну вот сегодня, если говорить о схеме событий нарушения иммунного гомеостаза при сепсисе, то признаётся, так сказать, вот такая ассоциация двух процессов, то есть это активационная дисфункция или провоспалительный профиль событий, так сказать, и противовоспалительный профиль событий, который раньше описывался в идеологии, так называемого, карс-ответа, так сказать, а сейчас, с моей точки зрения, более уместно это описывать в терминологии системной иммунодепрессии. Значит, нюанс состоит в том, что именно противодействие и одновременное наличие, и взаимные влияния, и долевые участия разных принципиальных процессов провоспалительного и противовоспалительного, они, собственно говоря, и формируют картину, а тут есть частные составляющие того, что касается различных более тонкоопределиваемых иммунных нарушений. Ну, значит, активационная иммунная дисфункция системно-воспалительный ответ озвучилась много лет из каждого утюга, поэтому об этом нет смысла говорить. Смысл состоит только в том, что вы увлечены клетки, которые, так сказать, выделяют различные цитокины различных функциональных групп, чаще всего речь идет о провоспалительных, противовоспалительных цитокинах, так, и это все ассоциировано с тем, что постепенно увеличивается клеточная платформа активационной дисфункции, вовлекаются клетки эндотелия, так сказать, и они тоже начинают продуцировать различные регуляторные молекулы, экспрессировать молекулы клеточной адгезии, и события усугубляются, так сказать, так, таким образом воспаление из локального превращается в системное, которое описывается обычно в идеологии генерализованного воспаления для системного воспалительного ответа. Значит, значение иммунодепрессии при сепсисе в последнее время привлекает все большее внимание, так сказать, и все чаще признается критическим фактором смертности от сепсиса, особенно в поздние сроки. На ранней стадии СВО, если иммунная система быстро уничтожает патогены, иммунодисбаланс может быть восстановлен с помощью усилий интеграционно-регуляторной системы из трех компактентов. Если возбудители вовремя не удаляют, дисбаланс иммунной регуляции нарастает, в этом случае пациенты склонны к вторичным инфекциям, что приводит к длительной депрессии иммунной системе, и постепенно формируется иммунный паралич, или чаще всего более правильно говорить об иммунном коллапсе, потому что иммунный паралич – это отдельный термин в иммунологии, который касается забивания рецепторов иммунокомпетентных клеток избытком антигена. Основные механизмы сепсис-индуцированной системной иммунодепрессии могут быть обобщены вот посредством этого слайда, так сказать, их четыре. Увеличение в освобождении иммуносепрессорных противовоспалительных цитокинов, то есть это фактически регуляторная иммуносепрессия, уменьшение количества иммунных эффекторных клеток, то есть это вот вспоминайте ту картину, которую я показывал, увеличение числа и активации регуляторных клеток. Регуляторные клетки чаще всего имеются в виду клетки, которые функционально супрессоры, к ним относят обычно регуляторные телелимфоциты, так называемые тереги клетки, и супрессорные клетки миелоидной происхождения, это МДСС клетки. И последняя позиция важная, это снижение на антигенопрезентирующих клеток экспрессии АШЛЯДР-маркера, А-маркер клеточной презентации, презентации антигена. И теперь немножко, чуть-чуть, я проиллюстрирую вот эти составляющие. И полностью. Вот здесь регуляторная иммуносепрессия, обозначены вовлекаемые клетки, здесь вот видно, и основные цитокины, о которых, собственно говоря, следует вести речь, это интелликин 4, интелликин 10, интелликин 37, и различные циркулирующие рецепторы и факторы. То есть это циркулирующий рецептор к интелликину 1, это растворимый рецепторный антагонист рецептора интелликина 1, это циркулирующий рецептор к фенео-альфа. Но если говорить о типовых цитокинах, то это вот эти три цитокина. Теперь, значит, здесь показано фактически, каким образом эти вот три цитокина реализуют свои функции, интелликин 4, 10 и 37. Видно, что нюансы-то и в том, что достаточно широкие клеточные, скажем так, популяции вовлекаются в события под действием вот этих иммуносепрессных цитокинов, и иммуносепрессия, она постепенно начинает переходить в то, что ассоциировано уже с недостатком клеток, так сказать, и нарушение основных процессов иммунореактивности. Ну, вот здесь приводятся оценки при тяжелом сепсисе, в частности, цитокинового статуса пациентов с сепсисом. Так видно, что нюанс состоит в том, что вовсе не всегда, так сказать, провоспалительные цитокины, в частности, фенео-альфа, вот, интерлекин-1-бета увеличивается при сепсисе. Красненьким показано, что в ряде случаев, в основном, на поздней стадии они уменьшаются. Но зато совершенно четко, так сказать, увеличивается супрессорная популяция, так сказать, так вот, в частности, очень сильно растворимый рецепторный антагонист интерлекина-1, так сказать, так, это очень важный момент, так сказать, так. Теперь, если говорить о других цитокинов, то очень интересная ситуация с интеграционно-регуляторными цитокинами и факторами, скажем, воспаления клеточного пула, так, увеличивается количество при сепсисе, уменьшается количество регуляторно-интеграционных цитокинов, в частности, гамма-интерферона, и увеличивается резко количество тех цитокинов, которые могут быть ассоциированы с активацией клеток, то есть, их рекрутированием в циркуляцию. Хотя, вот эти два цитокина, колонии, стимулирующие грануфтарно-макрофагальный фактор, так сказать, и грануфтарно-макрофагальный фактор, грануфтарно-макрофагальный стимулирующий фактор, чаще всего и нечасто достаточно определяются как провоспалительные цитокины, что, в принципе, совершенно неверно. Таким образом, четко есть иммуносупрессионный профиль цитокиновой регуляции при углублении сепсиса. Известны пять механизмов гибели клеток иммунных при сепсисе, вот это как раз то, о чем я хотел говорить, фактически это как бы расширение категории некробиоза и апоптозы, дополнительно присоединен механизм пираптоза, аутофагии и фераптоза. Это нюансы, ассоциированные с механизмами реализации гибели клеток. Ну вот, в частности, конкретные данные апоптос, циклюющих клеток крови больных сепсисом. видно, видно, что увеличивается количество апоптотических лимфоцитов в циркуляции, уменьшается количество апоптотических нитрофилов в циркуляции, то есть разноправленный апоптос, так сказать. Клетки иммунокомпетентные, апоптос увеличен, а клетки, которые могут быть инициаторами дополнительных воспалительных процессов, они наоборот, их апоптос уменьшат. И самый главный момент, это то, что касается как бы демонстрации того, что при одновременном наличии активационной дисфункции, то есть наличии СИРС-критериев, могут наблюдаться иммуносупрессивные тенденции. Значит, индекс супрессивной активности, это предложенный сибириками критерий, берется сыворотка септического больного, и в культуру мононуклеарных клеток она добавляется. Если эта культура супрессируется, то индекс супрессионной активности, если она активируется, то это индекс воспалительной активности. Вот ими определено, что при индексе супрессионной активности меньше 0,8, при нарастании СИРС количество таких пациентов увеличивается с таким профилем регуляции. То есть при тяжелом сепсисе пон, то есть больше критериев системного воспалительного ответа и наличия полиорганной дисфункции 77% пациентов демонстрируют. И оппозитные цитокины, дисбаланс, так сказать, интерлекин первый рецептный антагонизм фенуальфа более 10, то есть интерлекин первый рецептный антагонизм 10-кратно преобладает фенуальфа у больных при увеличении манифестации критериев СИРС при тяжелом сепсисе в 75%. Не переключается. А вот, и переключилось. Таким образом, можно заключить, что при сепсисе пон, выраженный дисбаланс остановить регуляторных индиционных токинов усугубляет общую тенденцию дезорганизации хаоса иммунной системы совместно с иммунной депрессией различной природы иммунный дисбаланс является неотъемлемой патогенетической составляющей полиорганной несостоятельности. Вот это, наверное, самое ключевое определение, которое следует из всей логии, которую я пытался озвучивать. То есть сепсис по сути своей представляет себя не стройный хор системно-успалительного ответа, а какофония иммунного диссонанса. И вот это иллюстрируется этим слайдом. Значение иммунной депрессии при сепсисе. Пациентам сепсисом как клиническая группа по своей структуре чрезвычайно гетерогенные и могут иметь разные стадии заболевания. Обе фазы сепсиса, активационные и депрессивные, динамичны, чередуются или существуют одновременно. Пациенты сепсиса могут умереть из-за иммунной сепсиси или из-за ранней или поздней реактивации чрезмерного спаления, вызванного первичной инфекцией. Понимание подгенетической роли сепсис-индуцированной иммуносупрессии имеет решающее значение для профилактики лечения сепсиса. Теперь очень коротко, что из этого всего... Так, что такое? Показывать... Так, как мне почему-то... Что из этих рассуждений следует применительно к диагностике? Значит, основная... Основной смысл того, что я буду говорить далее, состоит в том, что в поликритериальной методологии диагностики при сепсисе обязательно должны быть включены иммунные критерии. Так, и над этим сейчас работают, но работают, рекомендуя достаточно сложные и трудно осуществимые в клиническом условии тесты, так. И поэтому я буду предлагать более упрощенную систему, так сказать, оценки, которая исходит из ключевого понимания того, что при сепсисе обязательно существование системной иммунодепрессии. Значит, принципы методологии лабораторной диагностики при сепсисе, я уже сказал, они поликритериальные методологии, используют технологии ориентированной эволюции типовых синдромов патогенеза, лабораторная диагностика должна быть выполнена в режиме экспресс-анализа, то есть быстро, лаборатория диагностика служит целем уточнения диагноза, мониторирования состояния пациента, прогноза вероятности развития осложнений неблагоприятного исхода. Необходим поиск дополнительных объективных лабораторных показателей, обеспечивающих раннюю диагностику развивающих патологических процессов, отражающих их динамику, а также степень тяжести сепсиса. Сегодня таких молекулярных маркеров испытана масса, так сказать, и ни один из них, кроме прокальцитонина, не зарекомендовал себя полезно в практической клинической работе. Много было надежд на просепсин, он этого, к сожалению, не оправдал. Прокальцитонин, как биомаркер, он сегодня может охарактеризоваться как маркер с достаточно высокой чувствительностью и специфичностью, значительно превосходя по последнему параметру такой широко распространенный показатель, как цироактивный белок. Использование полукоричневого метода определения уровня прокальцитонина практически стало рутинным исследованием клинической практики всех случаев, когда возникает сомнение в наличии септического очка. Это правда действительно так и мы тоже широко пользуемся этим маркером. Значит, критерий больше двух норм. Значит, тогда тест считается положительным, как правило, ассоциировано с тяжестью состояния пациентов, с тяжестью септического процесса, с эффективностью применения антибиотиков. Значит, если говорить о критериях лабораторной диагностики дисфункции иммунной системы при септии, то здесь вот приводится несколько показателей и справа обозначены диагностические критерии. Суррогатными маркерами могут считаться суррогатные маркеры септического воспаления цирреактивный белок, энтерокин-6 прокальцитонин. Очень важен оценка субпуляционного дисбаланса лимфоцитов, то есть уменьшение иммуно-регуляторного индекса, как простейший критерий, и различные другие субпуляционные дисбалансы, которые возможны. Общая бактерицидность крови и способность клеток к фагоцитозу. Снижается бактерицидность в НСТ-тесте, уменьшается способность фагоцитоза полимошно-ядерных моноклеарных фагоцитов. Оценка полиферативной активности и другие функциональные параметры моноклеаров дают большую и более интересную информацию, здесь приводятся критерии. Они в настоящий момент используются в клинике, в особенности то, что касается оценки количества клеток эспрессирующих маркер Ашеля-ДР, должно быть их, то есть если их менее 30%, это очень плохо, так сказать, и оценка апоптоза. Фактически можно сказать, что вот эти критерии, смысл их такой, так сказать, что вот наиболее чувствительными служат вот эти критерии, но их диагностическая ценность наименьшая, так, какая диагностическая ценность наибольшая? Фактически вот здесь на этой таблице показано это обстоятельство, то есть диагностической наибольшей ценностью с точки зрения оценки депрессивной иммунной дисфункции является общая лимфопения, затем идет супопуляционная моноцитопения, провода иммуносупрессной активности крови больных, развитие регуляторной иммуносупрессии разноправленной инфистерии от апоптозы клеток крови. То есть фактически диагностическая ценность общей лимфопении наибольшая, чувствительность наименьшая. Здесь наоборот, чувствительность наибольшая, диагностическая ценность наименьшая. Если говорить о том, какие маркеры могут претендовать на иммунные маркеры полиорганной дисфункции, то вот они здесь приводятся на этой слайде. Ранними является доля апоптатических нитрофилов менее 20%, доля апоптатических лимфоцитов более 10%, и дисбаланс оппозитных цитокинов. Поздние лимфопения, критерии показаны, уменьшение HLDR на моноклеарах, и иммунсупрессный тип цитокиновой регуляции с двумя индексами интелликин рецепторный антагонизм растворимый кфену-альфа больше 10, интелликин 10 гамма-энтерферону больше 2, и индекс супрессорной активности сыворотки хептических больных менее 0,8. Таким образом, разнонаправленные активационные депрессивные иммунные нарушения всегда наблюдаются при сепсе, самые значимые компоненты иммунной дисфункции многофакторной депрессии иммуно-реактивности, которые совместно с генерализованной испарительной реакцией во многом предупредляют высокий риск формирования полиорганной недостаточности. Здесь приводится патогенетическая структура ранней полиорганной недостаточности, так? А здесь важно, что преобладает активационное иммуно-растройство. А здесь позднее. Важно, что преобладает депрессивное иммуно-растройство. Поэтому не случайно позднее пон и называется так называемый септический пон. Ну и последний блок смысловой, которым я хочу в течение 5-7 минут я пока веду в рамках, это то, что касается что из этого всего следует применительно к лечению, так? Из этого следует очень многое, так? Прежде всего основной вывод, который хотелось бы сделать и хотелось бы, чтобы этот вывод клиницистами был услышан и начал реализовываться в практику, это то, что иммуно-активные препараты должны быть обязательным компонентом патогенетической терапии при введении септических больных. Я сейчас постараюсь это проиллюстрировать. Значит, современные иммуно-активационные препараты, иммуно-активные препараты, которые рассматриваются применительно к септизу, располагаются вот в трех, скажем так, в четырех основных смысловых блоках. Это антицитокиновая терапия, заместительная терапия, цитокинная терапия, препараты других индуктивного, других фармакологических групп индуктивного типа действия. Вот последнее практически можно не рассматривать, хотя, как ни странно, самые слабые в контексте клинической иммунологии средства, а именно нутриенты иммуно-активные, признаны всем сообществом клиническим как эффективные средства поведения септических больных. В отношении всего прочего масса дискуссий, так сказать, и только в последние несколько лет появились данные, которые начинают потихонечку вектор полезности этого подхода склонять в сторону «да», а все время говорили «нет». Но это было связано с концепцией. Как же активационная дисфункция, значит, нельзя активировать иммуно-эффективно. Значит, антицетатинная терапия неэффективна и вредна, однозначно показана применительно вот к этим группам, так сказать, возможных препаратов. Они здесь все перечислены. Были все полученные отрицательные результаты в пилотах и при попытках выполнять более развернутые клинические исследования. Заместительная терапия эффективна и полезна, однозначно. Речь может идти о трех принципиальных подходах в этом контексте. Препараты иммуноглобулины для внутреннего введения, то есть донорские иммуноглобулины, обогащенные IGM-антителами. Самый известный препарат пентаглобин. Цитокинотерапия активационными цитокинами. Прежде всего, условно говоря, эта терапия интеграционно-регуляторными цитокинами и ростовыми факторами, то есть интеграционно-регуляторный интелликин-2, гамма-интерферон, ростовые факторы, колонистимулирующие, это гранцитарный, моноцитарный ростовой фактор. И последнее время очень активным образом идет дискуссия, которая касается гормона тимуса рекомбинантного альфа-тимазина. Современные иммуноактивные препараты цитокинотерапии, вот они здесь приводятся, как раз те, о которых я говорил, отдельно хочу выделить рекомбинанты лекин-2. Почему? Потому что это наш отечественный препарат, это раз. Второе, он дрожжевой, то есть он получен геноинженерным путем из аукариотов, то есть клеток по своей биологии, таких же, как наши собственные клетки. А все импортные препараты, они прокариотического происхождения. И наконец, гормон тимус-рекомбинанты альфа-тимазин. Значит, вот здесь в свое время достаточно было много потрачено усилий на то, чтобы получить клиническую фактуру доказательную применительную к рунголейкину. И тут приводятся результаты пилотных исследований эффективности этого препарата при профилактике и лечении инфекционных осложнений при политравме. Как вы видите, в общем-то данные говорят сами за себя, причем это плацебо-контролированные исследования. А здесь многоцентровое исследование, которое было предпринято в свое время, и я стоял у истоков этой инициативы, эффективности рунголейкина при лечении пациентов с тяжелым сепсисом. Вы видите, что самым интересным здесь является то, что было получено существенное снижение летальности, то есть фактическое снижение летальности около 20%, причем даже в каждом классическом критерии 28-суточной летальности больше, чем 20%. В клинике военно-полевой чурургии военно-медицинской академии терриким два человека обязательный компонент интенсивной терапии пациентов с полиотравмой на протяжении последних 20 лет. Показанием для назначения препарата служит наличие абсолютной или относительной нефопении периодической крови этих пациентов. Значит, вот это все очень подробно описано в этой книге, там целая глава, есть отдельная глава по тяжелому сепсису, и есть большая глава, которая касается включения иммуно-анитивных препаратов в общую стратегию комплексного лечения пациентов с политравмой, не только в контексте консервативных подходов, но и хирургических. Таким образом, в последнее время получены очень интересные данные, которые касаются рекоменантного гормона симуса. В частности, в нескольких достаточно серьезных клинических исследованиях, включая рандомизированные контролируемые клинические исследования, в том числе с метаанализом, приплюжении рекоменантного гормона симуса совместно с ингибитором трепсина у леностатином в комплексном лечении пациентом сепсисом фонд предусмотрены более низкая смертность пролеченных больных, чем в контрольной группе. Ну, в частности, увеличение выживаемости пациентов в разные сроки от начала наблюдения на 17-35%, причем наибольшее увеличение наблюдается именно в поздние сроки, то есть тогда, когда очень вероятно формирование системной иммунодепрессии. В последнее время дополнительно обсуждается возможность использования и планируется исследование клинические таких подходов, как отрицательные костимулирующие молекулы антител, ингибиторов контрольных точек, это очень похоже на то, что делается при лечении рака, так, и клеточные технологии, мезохиморальные, в частности, стволовые клетки костного мозга. Вот именно в этом направлении планируется развитие исследований. Каким образом можно сделать частное заключение? Стратегия лечения сепсиса должна складываться из подходов к профилактике лечения, устранение очага антиекции прежде всего, рациональная антимикробная терапия, лечение андотоксикоза, энергофластическое обеспечение, пролетеральное, ранее энтеральное питание, лечение пон, в том числе интенсивная иммуноориентированная терапия, пассивная, заместительная иммуноглобулинами и активная рекомендациями цитокинами, в частности, дрожжевым и третина втором, коррекция клеточного метаболизма и цитопротекция. Фактически, вот это есть компоненты консервативного подхода, исключая устранение очага антикции, применительно к лечению пациентов сепсисом пон. Ну и теперь финал. Что нашли мы при вот этом новом консенсусе? Новое определение сепсиса с констатацией факта дезрегуляторного ответа организованной инфекцией, но без констатации факта включения иммунной системы в этот дезиндекорационный ответ. Незначительное снижение показаний летальности, наиболее вероятной причиной которой является увеличение эффективности используемого комплексного лечения, прежде всего за счет своевременной хирургической санации септических очагов и адекватной патогенетической терапии. Обоснованно используемые по показаниям в меньшей степени эффективная диагностика применения прокрестанинного теста и диагностической шкалы СОФА. Что потеряли? Представление о тяжелом сепсисе, представление о стадийной трансформации ассоциированной сепсионом патологического процесса и методологии мониторинга стадийной септической трансформации. Раньше все эти критерии четко были известны и прослеживались. Я об этом отдельно и весьма подробно в докладах говорил. Критерии СИРС, то есть активационной дисфункции как компонент диагностики и всю совокупность расширены в критерии активационной дисфункции иммунной системы. Очевидно, окончательно. Роль бактеремии в качестве самостоятельного диагностического критерия сепсиса и признание безусловной полезностью пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком заместительной иммунотерапией препаратами, обогащенной антителами IGM-класса иммуноглобулин. Кто вел септических больных в клинике, знает, что такое заместительная иммунокоррекция. Сочетание донорские иммуноглобулины и рекоменантные цитаки. Сейчас есть двойка. Чудеса происходят в течение двух-трех суток обычно. Я наблюдал это неоднократно. И общее заключение, которое можно сделать. Исследования ассоциированные с сепсием иммунодепрессии сегодня проводятся очень активно, что в будущем целительные сомненные перспективы внушают надежды на изменение представлений в рамках консенсуса нового вероятно сепсиса-4. Статус иммуноответа при сепсии является результатом взаимодействия множества механизмов, включая дисбаланс цитокинов, разноправленный гибриклеток и изменения в динамике экспрессии клетчатных биомаркеров. Мониторинг иммунного статуса и проведение иммунокоррегирующей терапии могут улучшить выжимаясь пациентов с вызванным сепсисом иммуносупрессии. Понимание гетерогенности сепсиса как в учет динамики различных фаз сепсиса и применение точной индивидуальной терапии вероятно являются целями будущих серьезных исследований. Вот именно об этом вероятно и надо прежде всего говорить. То есть сепсис гетерогенин гетерогенин как по патогенезу так и по клинической группе пациентов. И это диктует наличие не каких-то консенсусов с ударами по башке тем, кто их не соблюдает, а индивидуальный подход больным то, что всегда и было и должно быть в традициях нашей отечественной российской клинической школы. Спасибо за внимание. Я вложил? Да, все замечательно. Большое спасибо. И наверное вопросы. У нас есть микрофон? Давайте наверное чтобы те, кто нас слушает в чате чтобы они могли услышать вопросы. Спасибо большое Дорогой Виктор Константинович за прекрасный очень содержательный доклад. у меня возник один вопрос фундаментального свойства и два пригодного. С удовольствием ничего. Вот вы говорили о диссонансе и я даже думаю что этот диссонанс можно и нужно шире трактовать при таком явлении как сексис диссонанс между местными и системными регуляторными программами и механизмами конфликта между ними. Но может быть я что-то упустил так как пришел через 5 минут после начала вашего сообщения но вы ничего не говорили или не акцентировали а какие же именно нейроэндокримные механизмы противостоят переходу начальных стадий с местным воспалением с ответом острой фазы переходу в тяжелые дальние стадии токсико-септического шока со стороны двух остальных частей регуляторной метасистемы точните пожалуйста вашу спасибо я со стороны нервной системы у меня в общем я никогда этим не занимался поэтому не смогу это описать профессионально достаточно компетентно а вот по поводу эндокринной системы в общем-то довольно понятно я думаю что это нюансы ассоциированные с дисбалансом еще двух стратегий жизнеобеспечения прежде всего это то что связано со стрессом то есть нюансы в том что организму надо активироваться начинается выработка активационных гормонов это прежде всего то что касается катехоламинов и то что касается вовлечения надпочечников но нюансы а надпочечник нужен для чего чтобы включить башку а нюансы стоит в том что с точки зрения иммунной направленности вот оба эти две группы активационных гормонов они являются самыми сильными системными индукторами иммуносупрессии как катехоламины так и глюкокортикоиды это самые сильные неспецифические индукторы иммуносупрессии поэтому собственно говоря так сказать вот когда начинается этот процесс то есть вроде как бы организм стремится сохранить жизнь но при этом автоматически из подволь начинается формирование того что приговорит так сказать эту жизнь а именно иммуносупрессия а потом начинает присоединяться уже более специфически ориентированный механизм о которых я говорил это регуляторная иммуносупрессия, нюансы с клетками связанными, а в начале это вот это спасибо совершенно, с вами соглашусь тем более, что мы подчеркнули именно лимфопению важнейший критерий она тесно связана с системным действием тех регуляторов причем вот Леонид Павлович, как это вот не странно так сказать, вот внимание к лимфопении, ну я вот лично я, говорю, наверное, уже со всех возможных трибун больше 20 лет вот, причем поначалу, так сказать, я достаточно часто был приглашаем в среду, как бы чисто септических людей но за счет того, что я всегда занимал достаточно жесткую позицию и говорил о том что без этого, как бы, никуда и никак а системный воспалитель сколько можно об этом, системный воспалительный ответ и говорить, мне не одна карта приходилась участвовать в различных, так сказать, крупных мероприятиях научных когда мне оставили, скажем, последним так и передо мной выступало пять человек и каждый из них, так сказать повторял одно и то же про системный воспалительный ответ в результате съедали регламент мне пару раз доставалось пять минут регламента мне говорят, ну вы же можете Виктор Протеевич я говорю, да, я могу и говорил ровно то, что вы сейчас сказали что не надо городить тут что-то очень сильно сложного так сказать смотрите четко дайте мне клинический анализ крови так сказать я смотрю подозрение на сепсис в динамике если у него нарастает абсолютно мифопения то вероятность того что это сепсис очень велика так почти всегда так сказать это так получается так не каждый раз но почти всегда более того когда планировали вот это многоцентровое исследование по эффективности использования дрожжевого рекомбината для киноа второго у нас в России это было в начале 2000-х годов год по-моему третий так сказать был до третий я настоял на том чтобы в критерии включения была включена абсолютно лейкопедия ее включили и когорту пациентов отбирали именно с учетом этого критерия самым интересным оказалось то что фактическая летальность в группах и в одной и в другой оказалась в два раза выше прогнозируемой летальности но нюанс состоит в том что прогнозируемая летальность считается по скале шов софа а в софу лимфопения не входит а известно применительной полиорганной дисфункции что включение каждой новой органной системы в ее генез увеличивает летальность в два раза что мы в этом исследовании и получили прикладной вопрос как раз связан с онкориокином препаратами интерлекина второго бесспорно и доказана практически эффективность применения этого препарата при сепсисе особенно в стадии сепсис ассоциированной иммуношепрессии но после 2016 года опубликована большая серия работ под руководством Акула Апас в которой показано что наиболее чувствительными к интерлекину второму его препаратам являются как раз регуляторные лимфоциты то есть те лимфоциты которые собственно говоря и занимаются многими аспектами иммуношепрессии в связи с тем что клиническая эффективность его несомненно на фоне имеющейся иммуношепрессии и даже корректирующей функции несомненно как вы это объясняете то ли те дозы большие которые применяются перешибают так сказать действуют не только на террегуляторы но и на эффекторные лимфоциты стимулирующие или же второе объяснение может быть он кажется более разумным террегуляторы каким-то образом не только супрессоры но и делающие что-то полезное для ликвидации иммунодефицита клиники спасибо Леонид Павлович за вопрос так сказать есть два нюанса дело в том что надо посмотреть какие конкретно препараты рекоменантом эталекина второго применялись я подозреваю что применялись все таки эти самые препараты не дрожжевого происхождения не российские а они фактически так сказать все эти препараты являются производными геноинженерными из культуры и шерихи корей значит у этих препаратов совершенно разная удельная активность вот это нужно четко понимать и несопоставимые дозы собственно говоря фактически интерлекин второй наш отечествен дрожжевой является более ну как бы более мягким препаратом то есть у него меньшая в действительности активность чем у калийных препаратов удельная меньшая активность так то есть вероятно вот как бы ну нюанс в том что это разные так сказать по сути своей так сказать регуляторные молекулы так и они должны оцениваться как разные заместительные средства так сказать и как минимум должно быть проведено наверное сравнительное исследование никто его естественно такое исследование не проводил вот так значит если говорить о реальной практике применения вот при сепсисе то который информация я знаю так сказать калийных препаратов и дрожжевых значит приблизительно в пять раз более высокие дозы использовались калийных препаратов так сказать чем дрожжевого рекомендатор интелликина который рекомендуется так это первый момент второй момент я думаю что и восприятие вот этого активационного сигнала со стороны этих двух рекомендатор молекул оно разными типами клеток вероятно различно тем более еще известно что калийный интерликин второй рекомендатор является мутеином то есть у него не абсолютно идентичное человеческому интелликину второму последствия аминокислот а у дрожжевого она идентичная и второй момент о котором вы сказали я думаю что вероятно оба механизма о которых вы говорите и опять-таки все зависит от того на какой стадии цепсисы использованы какому пациенту то есть основная проблема оценки возможной эффективности иммуно-тролюкин терапии состоит в том что надо каким-то образом дифференцировать этих пациентов и работать более узкими клиническими группами проводя достаточно вероятно подробный и сложный иммуномониторинг учитывая цену этого вопроса в клинической практике реальной это мало кто делает могу вам сказать однозначно хирурги все к двойке относятся прекрасно наши отечественные рекомендации реаниматологи плохо относятся и с ними бодание всегда происходило хирурги с удовольствием используют а реаниматологи они люди они работают на разных стадиях то есть я всегда говорил о том что сепсис проще профилактировать чем лечить и мы должны вернуться к классике нашей отечественной сепсизологии тогда мы должны вернуться к понятиям пресепсис ранний сепсис понимаете сепсис в ходу поздний сепсис как вы понимаете все на сегодня это все исчезло и остался только сепсис пон а это означает тяжелый сепсис сразу с атрибутивной летальностью 50% вот вам и филис отвод как можно получить очень высокую эффективность если вы уже все пропустили и начали заниматься септическим больным тогда когда уже все поздно и это в действительности ужасно потому что из головы клинических специалистов вытравливает понятие сепсиса каждый клинический специалист должен быть насторожен применительно к сепсису и ловить надо сепсис на стадии предсепсиса а не на стадии тяжелого сепсиса когда уже 50% вероятное летание это мое глубокое убеждение я всегда его высказываю спасибо я тогда с вашего позволения буду перемешать ваши вопросы из зала с вопросом вещах это пока один вопрос к Анатолию Владимирович Купышкин из Крымского Федерального Университета нас Крым слушает я кстати приветствую всех кто подключился к сожалению поздно здравствуйте уважаемые коллеги спасибо что вы подключились вопрос Анатолия Владимирович понятие сепсис и септический шок в чем границы и где границы между ними ну как любой шок это прежде всего критическое падение артериального давления с развитием отсутствием способности мелких сосудов имеющие соответствующие отвечающие системы отвечать на активационный сигнал с развитием в общем-то резкого падения артериального давления а вся разница в генезах разных шоков состоит в стимуле который его вызвал применит к сепсису и септическому шоку вот раньше более обоснованной считалась стадийная трансформация через стадии сейчас считается что сепсис может септический шок может развиваться сразу и здесь есть один очень серьезный нюанс дело в том что септический шок в классическом понимании это шок в ответ на эндотоксин грамотрицательных микроорганизмов но есть еще шок материально-токсический а это ответ на токсины экзотоксины грампозитивных микроорганизмов по своему проявлению клиническому они довольно похожи если идет об атериальном давлении но клиническая картина она довольно серьезно различается поэтому клинические специалисты должны четко понимать разницу между вариантами бактериальных шоков и с моей точки зрения все-таки более обоснованно воспринимать это как стадийную трансформацию то есть мы просто пропустили все предыдущие стадии и сразу сформировался септический шок как правило это бывает при высокой патогенности и большом количестве кровоотрицательных микроорганизмов у ослабленных индивидуумов которые изначально имели предисположенность ну понятно какая предположить гормоны так сказать спид вот ковид сейчас понимаете ведь нюанс состоит в том что четко уже показано что если раньше пациентов с сепсисом так сказать надо было поискать то сейчас их навало почему потому что ковид ковид инициирует системную иммунодепрессию так сказать так и вот все почти ну не все но очень большая когорта пациентов погибших так называемого ковида в действительности погибли от сепсиса потому что у них вторично развился сепсис полиорганизмов спасибо есть еще вопросы у вас я вас знаю прекрасно да кто бы давно сами знаком у меня три коротких вопроса первый вопрос какие существуют отношения между сепсисом и атопией вот как смотрели на атопию через песню сепсисом понятно понятно так понятно сразу отвечаю но я думаю что это очень сильно различающиеся вещи почему потому что атопия то есть атопический или анафилактический вид ответа так это иммунопатологическое я думаю что он не будет классически протекать почему потому что это же особая стратегия иммунореактивности так которая у прочей так сказать популяции в меньшей степени выражена так сказать то есть в общем это я не у меня я никогда не не отслеживал вот этих нюансов так сказать но есть одна аналогия она касается тяжелой травмы так вот известно что при тяжелой травме достаточно часто развивается вот очень такой нехарактерный иммунный ответ так сказать то есть это активация атопической реакции и плюс аутоиммунного процесса так причем нюансы это и то что это может быть ассоциировано с иммунодепрессией то есть опять-таки тот же самый как бы диссонанс иммунный только это разные стратегии так почему потому что атопический ответ это атопический ответ преимущественно гуморального типа так с выработкой определенного типа иммуноглобулинов правильно я понимаю эти да а когда речь идет так сказать о оценке гуморальной составляющей в системной воспалительной реакции то она как правило мало разбирается почему потому что там это все в большей степени ассоциирует с клетками так и если есть о чем говорить так это только о вовлечении эндотелия какие-то могут быть аналогии у меня нет лично я никогда не отслеживал я понимаю я понимаю что это может но дело в том что как правило иммунные нарушения при сепсисе в большей степени рассматривают применительно к хоперамадим дело в том что я задал вопрос с целью помять один из возможных механизмов потому что если атропия существенным образом влияет на течение сексиса а мы знаем как бы глобальные механизмы атропии тогда можно смотреть куда влияет я никогда этим вопросом не задавался спасибо вам за вопрос я обязательно поинтересуюсь и расширю как бы может быть свои представления в лучшую сторону второе понимаете вот вы говорите сепсис это приговор Андрей Кремович представляет педиатрический инвестиент сепсис у младенцев и сепсис у дрозов разные разные сепсисы да но определение данное ну скажем так с точки зрения общей патологии на единое сепсис там и сепсис там но оказывается сепсис параметры разные конечно и опасность разная я с вами абсолютно согласен так причем есть интересная очень иллюстрация вот этого подчеркнутого моими обстоятельств она состоит в том что сообщество реаниматологов так при полном отрицании возможности включения вот дрожжевого интеллектина второго в какие-то стандарты введения вот таких сепсиских больных тем не менее пошли на то что у неонатальном сепсисе этот препарат включен в том числе в стандарты оказания статистической терапии это говорит скорее всего о том что вот логика моя которая касается иммунокомплементации депрессивной направленности она достаточно верная почему потому что у маленьких вероятность развития иммунных нарушений по типу иммуносупрессии выше чем у взрослых потому что они еще незрелы в контексте ответа иммунной системы и вот я много раз наблюдал когда выступали клинические специалисты занимающиеся нанотальным сепсисом более мягкую реакцию на их высказывание чем на то что я пытался передоварить спасибо я бы хотел вернуться маркером маркером как представляется не из-за сегодняшнего дня с позиции он геномонтик венера и сегодня определяет может стать элипийским чемпионом венера то есть да нет в данном случае довольно большой вероятностью предсказывают некоторые опухолевые процессы вот скажите пожалуйста абсолютно то же самое касается сепсиса вот когда мы говорим о маркерах то скорее всего может быть и речь маркера в превенции и в последующем предикции тогда то что вы говорите становится обязательным потому что у этого человека уже висит меч мы это знаем и мы это ждем согласен все правильно и именно это является дополнительной иллюстрацией того что сепсис очень гетерогенен потому что генетически люди по-разному отвечают на инфекцию и на условно патоген флору и абсолютно точно я видел такие публикации я просто их здесь не суммировал но четко выделяется определенная группа генетически предположенных индивидуумов к развитию сепсиса и вероятно это тоже одна из будущих возможных расшифровок которые касаются расшифровки гетерогенности клинических пациентов дело в том что сегодня четко показано это чипы соответствующие которые позволяют группировать препарат вроде как должен работать но он вредит препарат должен работать но он работает отлично препарат и так далее как минимум 4 группы такие выделяют на чипах которые ну вот если бы если бы вы посмотрели российские рекомендации по ведению септических больных которые так сказать являются творческим развитием как бы консенсуса 3 то там вот как раз вот это вот нюансы которые касаются навязывания обязательности использования тех или иных подходов они просто вылезают из каждой строчки понимаете а это противоречит представлению о гетерогенности клинических групп то есть не может быть в принципе стандарта вот Босяшвили так сказать в свое время правильно так сказать лечил септические больницы у нее летальность была 1,5% спасибо счастья пока нет вопросов есть еще вопрос пока у тебя тоже еще скажите пожалуйста вот у вас среди неэффективных препаратов были названы анти липополисахаридная анти а нет тут противоречий потому что все таки липополисахарид должен разгонять иммунные ответы вот тот факт что средства антицитокиновой терапии оказались клинически неэффективны в свое время всегда мной использовалось как дополнительный аргумент применительный к тому что нельзя трактовать сепсис только как системный воспалительный ответ вот и все так почему потому что фактически когда вы сделали все для того чтобы подавить системное воспаление вероятность развития вы навредили пациенту а не наоборот это вероятно связано с определенной последовательностью событий когда активационная дисфункция каким-то образом ассоциирована следует или включается или одновременно развивается с депрессивной дисфункцией а когда вы таким грубым образом так сказать в этот процесс смешиваете то получается только хуже а не хорошо там увеличение летальности в 2-3 раза было пока при всех этих средствах следующий вопрос возвращаясь к старой терминологии можно ли сказать или провести аналог что сепсис это касс по сути я понимаю значит у меня было свое время отдельное мнение которое касалось вот этого вообще карста так называемого ответа дело в том что ответ не может быть еще на какой-то ответ так но он есть одно либо другое есть два процесса так сказать две дисфункции разнонаправленные зачем его называть это же было искусственно введено для того чтобы каким-то образом как бы показать почему так сказать иногда получается так что все наоборот так вот извели это понятие там еще есть и какой-то интермеди и промежуточный ответ так сказать как он Марс называется по-моему так это чистый бред есть активационные дисфункции есть депрессивные вот они две так сказать два процесса типовых и понятно а зачем же формировать ответ на ответ они это не как ответ развивается это развивается само по себе и механизмов иммуно-супрессии депрессии множество в книжке моей красной все они описаны их масса их там 5 или 7 так сказать забыл там таблица такая есть они есть ассоциированные с системным воспалением а есть не ассоциированные сами по себе развивают поэтому это спасибо и на последний вопрос у вас среди положительных или полезных препаратов были названы не только интернетин здоров но еще и колонии стимулирующие факторы грамот цифров полноцикла означает ли это просто индивидуальный фактор ну дело в том что понимаете вот один из достаточно серьезно разбираемых механизмов в особенности которые следуют за развитием иммуносупрессионного типа регуляции является механизм гибели клеток значит это касается прежде всего мононуклеаров то есть мононуклеары это кто это значит лимфоциты и моноциты моноциты от моноцитов даже есть критерии которые введен идеологически обсасывался достаточно подробно это уменьшение экспрессии на плазмолемии моноцитов маркеров H-L-A-D-R и второе уменьшение количества клеток высокоэкспрессирующих этот маркер есть даже критерии менее 30 и плохо так вот значит если говорить о сути вот этого вашего вопроса то нюанс состоит в том что клетки которые экспрессируют какие-то маркеры они в циркуляции имеются но они не работают то есть они функцию свою не выявляют а не выявляют они функцию свою потому потому что они уже задавлены условно говоря они уже не могут работать они энергичны клетка есть маркер у нее есть а она не работает и что как можно этому процессу противодействовать очень просто надо рекрутировать в кровоток новую новую войско это как вот аналогия прямая война идет наступление наступающих так сказать чикают их количество уменьшается что надо делать надо вводить резервы и с тыла начинают подтягивать свежие резервы их бросают в бой новые 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 силы то же самое здесь то есть зачем нужны колонии символичные факторы для того чтобы заставить так сказать костный мозг быстрее выбрасывать новые порции так сказать клеток они пройдут вероятно сумеют пройти побыстрее процесс созревания дофункционально активных клеток и появляется шанс спасибо так так как критерии критерии считаете ли вы что киперпрокальцитонин имия это специфические критерии именно симптических шокоподобных состояния нет не читаю любых связанных системных действий ведет очень похоже что вторая часть более верна более того есть наблюдение которое касается прокальцитонина совершенно не ассоциировано с эпицем и более того никто не провел прямых корреляций между собственно говоря каким образом этот самый прокальцитонин вообще там с какой стороны он подвязывается так вероятно это связано очень похоже что это связано с системным обменом кальция так сказать как такового понимаете а вовсе не непосредственно применительно к септическому процессу но оказывается что при септическом процессе вот этот нюанс очень очень важен но вы же знаете что есть механизм так сказать кальция ассоциированного так сказать я так больше склоняюсь к вашему второму тезису скорее всего так и об этом в кольц говорили так сказать но столь высокая клиническая эффективность применения этого маркера в особенности вот в рутинной практике она в общем выбивает почву из различных рассуждалок можно было бы поспорить сказать что это все ерунда не может быть но клинически реально и я сам видел это да вот есть сомнения динамику прокатитонина пошел больной на улучшение смотришь уменьшает 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 мы одну студентку даже вот она там вызвалась значит эта самая такая девочка вот в этом году выпускную работу там сделала по поводу различных этих маркеров так но она девочка так сказать такая довольно своеобразная в общем судя по всему достаточно бестолковая к сожалению и она меня конечно сильно опозорила в момент этого самого своей защиты потому что я все сделал для того чтобы у нее была прекрасная работа но она оказалась среди двух студенток которые поставили просто хорошо всем отлично и очень отлично а ей вот хорошо а все почему потому что она мне презентацию не свою не дала даже посмотреть она сказала ну это все формально там одну минуту две минуты встали рассказали а посмотрела я вовсе нет я был на этих финальном выступлении студентов нет это целое шоу понимаете поэтому надо было в шоу сыграть она даже не показала мне сценарий ну и привет и получила значит ну четверку ей поставили но я сидел красный потому что мне было очень неприятно если честно вот такая история спасибо ну сейчас почему тут все по прежнему мне больше вопросов если еще это вопрос пожалуйста мы говорили про маркеры да то есть что есть определенные люди с предрасположенностью к сопи вот в связи с этим возник такой вопрос а как вы относитесь к селективной пептидной регуляции у людей которые предрасположены к развитию сопи а именно применение коротких пептидов может быть ли профилактики в развитии сетических состояний будущее вот такой вопрос у меня возник знаете вот у меня такое ощущение что чем скажем мягче подход так тем вероятнее что его примут так почему потому что вот нутриентики иммунные так называемые ни у кого не вызывает сомнений все с удовольствием говорят да да это конечно очень эффективно там и доказательная база все как только речь идет так сказать о реальном патогенетическом каком-то обосновании применения ну вот иммуноглобулины донорские понимаете вот копья ломаются уже на протяжении так сказать больше 20 лет так то их так сказать это самое пропишут в стандарт то уберут так сказать то пропишут то уберут хотя совершенно четко вот железно есть вот в критической скажем медицине при травме так сказать в смысле при травме вот два препарата которые реально себя показывают это донорские иммуноглобулины так сказать лучше всего конечно обогащенная джем можно и габриглобин использовать тоже неплохо и второй двойка наша дрожжевая так на фоне возможно на фоне иммунных диет так я считаю что одним из вариантов усиления эффективности дрожжевого интелликина второго является использование тимомиметиков это же тоже в общем-то пептиды и тимаген так сказать и иммунофан один так сказать два так сказать две аминокислоты другой семь по-моему так вот и они однозначно потенцируют эффективность двойки почему потому что они усиливают эффекторный потенциал тех клеток которые могут осуществить иммунную функцию так то есть надо надо сначала сделать так чтобы эти клетки появились изменить регуляции а потом так сказать простимулировать уже имеющиеся клетки поэтому вполне вероятно что пептиды будут эффективны и вероятность того что их примут так сказать выше чем какого-то нового так сказать совершенно железно так сказать патентетически обоснованного препарата мое мнение такое если вам это интересно попробуйте поработайте в этом направлении да спасибо ну по виду у меня нет вопросов спасибо и за присящие коллеги я вам признателен за внимание так сказать может быть я им несколько злоупотребил так сказать но я постарался удовлетворить ваше любопытство и ваш профессиональный интерес вот с огромным удовольствием поучаствовал в этом мероприятии и если будет нужно так сказать стране так сказать и обществу я с удовольствием еще поучаствую и буду спасибо за внимание еще раз спасибо большое спасибо если желаешь так по-моему очень видно что тема архиактуальна тем более что рекомендации это все может быть внесено правда действительно вопрос наше рекомендации видимо все будет долго еще открыт и вот особенно сложно как мне представляется лечение как вы говорите индивидуально при наличии рекомендации вообще не сопоставима абсолютно речь несмотря на то что вроде как должно быть а надо так не надо а надо по-другому но видимо все равно будет развиваться и может быть мы даже вернем на это счастливый баррель дело в том что помимо нашей ассоциации всероссийской которая занимает Сеппинесу существует еще и наша санкт-петербургская ассоциация специалистов области Сеппинеса так вот интересно что наши специалисты не приняли вот эту всероссийскую как бы грамоту так и составили собственные рекомендации которые значительно мягче и значительно ближе так сказать к вот как бы традиционному прочтению некоторых вопросов так и более того так сказать даже вот председатель Шляпников такой профессор он в общем такой человек достаточно как информист так сказать но тем не менее он здесь достаточно строгую позицию и я с удовольствием вот эти рекомендации наши питерские читал и использовал при написании вот там пары статьи так а вот наши российские рекомендации просто отличаются ну совершенно хамской формой подачи вот этих требований так сказать и ну не знаю вообще как это все воспринимает понимаете я думаю что вообще это связано с ресурсами понимаете уже более сладко иметь так сказать бюджетное финансирование такое объемное поэтому будут бороться до конца чтобы это сохранить и трудно рассчитывать на то что мы вернемся к светлым временам так сказать нашего блокора Азема Бессершвири который в свое время очень эффективно работал в этой проблеме так сказать и демонстрировал чудеса так сказать прежде всего потому что он этими больными занимался на ранних стадиях понимаете и к этому надо опять возвращаться я клинически всем специалистам говорю надо быть сильно предрасположенными к восприятию того что происходит в контексте сепсиса надо иметь септическую настороженность любому специалисту терапевту гинекологу понимаете нефрологу гипотологу почему потому что если у больных соматической патологии возникает у него вероятность того что они погибнут два раза выше чем у прочих вот это одно значит спасибо спасибо Валерий Костанович ну в общем продолжаем дискуссию и я думаю что на этом можно завершать ее вот а тогда вот сейчас я попрошу президиум нашего общества и докладчик надо спустить совмест мы обсудим некоторые вопросы по программе потому что исполнительный комитет нашего пенера является как-то нашим общественным соответствием департамином и м